Когда город был захвачен, мой дом находится на окраине города, в поселке Семеновка. Сначала там не проводилось никаких военных действий и не было никаких военных лиц. Поэтому я пригласила в свой дом родственников ближайших. Это родственники по линии мужа. Мы думали, что мы будем находиться в безопасности, что будет все в порядке, все хорошо. Никто ничего не ожидал. У нас гостили еще другие люди, кроме тех, которые проживали в доме. Там проживала я, двое моих дочерей. На тот момент старшей было 9 лет, младшей было 2,5 годика. Муж, моя бабушка, которой уже было 84 года. И, соответственно, родственники мужа, которые у нас были. То есть довольно большой дом. Родительский дом достался вам от родителей? Да, дом достался от родителей. Его строили в подарок моей матери, бабушка с дедушкой. Там жила моя семья. Но так как мама умерла, когда мне было 7 лет, оставив нас одних, а отец от нас сразу отказался, меня воспитывала бабушка в этом доме. Он потом мне достался. Понятно, что со временем я взрослела. Дом немножко приходил в упадок, но как только я стала на ноги, то есть закончила вуз, начала приводить его в порядок. Конечно, постепенно, но он приобрел уже какую-то законченную ценность, не только в плане каком-то имущественном, но и остались воспоминания, хотя бы краткие, о моей семье, о моей матери. И как бы было очень неожиданно, что 5 января, когда ты накрываешь на улице стол и рассаживаешь гостей, дети играют во дворе и раздаются взруки выстрелов, подхватывают, разбегаются сразу по домам, и начался очень-очень сильный обстрел. Как оказалось, мы были этому свидетелями. Украинскую военную колонну, которая проходила по трассе Харьков-Должанск, ждала уже засада из боевиков, которые расположились вдоль трассы. Они приехали очень рано и дожидались именно колонну. И они ее расстреливали с двух сторон в упор. Соответственно, так как дом находился вторым от трассы, его расстреляли уже тогда, в первый день. Ну, то есть были выбиты стекла. Каким-то чудом не взорвалась машина во дворе, потому что пуля прошла вообще на вылет через железные ворота и прошла в газовый баллон машины, но машина не взорвалась. Прошили двери все в доме, были прошиты насквозь. Пули прошли, осколки лежали везде. В этот момент, когда бой закончился через два с половиной часа, решили все уже сразу покинуть этот дом. А вы когда был этот бой, где находились-то? Я лежала на полу, я как раз в этот момент находилась, у нас еще был летний домик, и я там готовила кушать, как раз стояла возле плиты, выносила на улицу. И мне пришлось, они все убежали в дом, а я осталась в кухне, я лежала на полу. Ждала, пока все это закончится. Потом они все решили, но наша семья решила, что нужно бы отсюда уходить. Дом уже побит. Ну и просто опасно, что это такие военные действия. Потому что боевики оттуда уже не ушли. Они уже расположились, заняли дом соседний с нами. Там было кафе, золотое рано. Но я сказала, что я... А вот кто были эти боевики называете? Что это за люди? Какие-то местные люди или там, может, там, российские наемники? Я в них не узнала местных, но я опасалась их сильно разглядывать, хотя через забор там было видно, что они делают, чистят оружие, сидят, то есть в камуфляже разговаривают, двигаются беспрепятственно, хотя это чужое имущество, и оно там все было закрыто. Вот. Поэтому я... Это вы говорили, дом, где кафе было, да? Или там еще и жилой был дом? То есть кафе и жилой дом, только кафе? Нет, там кафе, и там гостиница на втором этаже была построена. Но она еще не открылась, они только закончили ее достраивать, и она должна была уже начать работать. И получилось так, что... Хорошо, что в тот момент там не находился персонал хотя бы, и люди, которые там... Ну, в принципе, посещаемое место было. Вот. Поэтому я не видела... Ну, не выгоняли оттуда людей хотя бы на этом. Но понятно, что пришли, заняли ворота на распашку и так далее. Но я осталась в доме. Осталась, не хотела уезжать. Я не понимала. Я, честно, не понимала. Я держалась за него. Я выгнала всех. Все ушли пешком. Транспорт не работал. Я осталась одна. Со мной, сказал, остается свекор. И мы с ним остались. Но дальше стало еще хуже. Ну, то есть, пригнали уже орудия. Пригнали эту нону. Закопали орудия в землю. В общем, уже стреляли очень сильно. Обстрелы были там уже начались. Очень сильно начались. Хотя местное население еще слабо разъезжалось. Все надеялись, что это один день, два, и все рассосется, и все будет хорошо в жизни. Я тоже так думала. Потому что другие люди посмеялись. Но во время автоматных очередей я садилась в огород. Хотя, папа мне кричал, нужно прятаться в подвале. Или я пыталась спать на полу, когда там канонада громыхает на Семеновке, а я не ухожу. Но в конце концов там уже стало совсем невозможно. И я ушла, потому что родственники все уехали. И со временем мы перебрались в город к родственникам. Жили у них тоже большой, как бы компанией в одной квартире, очень тесно. Потом и в городе стало уже невозможно. Мы еле выехали из города. И уже о своем имуществе, о своем родном доме я уже узнавала. Только такими урывками искала в интернете информацию. Может быть, боевики выложили что-то. Может, что-то еще вижу. Может, узнаю, что-то сохранилось. Я очень надеялась, чтобы сохранились хотя бы стены. Хотя бы, даже если оно все было побито, восстанавливало, наверное. Хоть как-то бы, по частям. Но потом я уже узнаю, что ничего не осталось. Ну, каким образом узнаю? Сначала я еще в интернете находила ролики, что там они снимаются. Ну, я так понимаю, что это бахвальство, что ты ходишь в чужом доме, делаешь, что хочешь и так далее. Спасибо.